Здравствуйте! С вами я, Егор Галёв, информационный выпуск «День за днём». О самом важном и интересном на территории Татарского района сегодня в нашей программе. Работники колхоза «Колос» всегда были в числе лучших в Татарском районе. Чем сегодня живёт предприятие? Об этом нам рассказал руководитель Сергей Метель. Сегодня в колхозе 57 механизаторов, и среди этих людей нет случайных, ведь для такой работы нужны профессионалы высшего класса. За место все ребята держатся, потому что здесь, как видите сами, и техника новая, и дисциплина, и самая главная зарплата. В зарплате никто не ущемлён. Отдача от всех очень меня устраивает. Вот мы уборку всегда делаем 20 дней, посевную уборку 20 дней, плюс-минус один день. Но прежде чем провести какую-то работу, собираемся и решаем все-все наболевшие вопросы. Вот я им говорю, ребята, делаем 20 дней посевную, заработок такой-такой. Никогда, никогда никто не спросил, не обиделся, я никого не подвел, все получают приличные деньги. И никогда я не видел, чтобы в 6-7 часов механизатор ехал с поля. Еду я, едут они. Я вперёд механизатор, никогда не уезжаю с поля. Инженер. Сегодня руководство колхоза планирует приобрести два трактора «Беларусь» и два Т-150. Сергей Анатольевич признаётся, что отношения в коллективе хозяйства тёплые и взаимовыгодные. Всё по-честному. Хорошо поработал, получил хорошую зарплату. А если дал слабину, то желающие работать именно в колос колхозе найдутся всегда. Едут, едут отовсюду, но мы каждого не берём. Прежде чем, если кого-то и взять, чтобы в семье было не менее трёх человек, два «Скотника» и «Доярка». Для их мы построили вот четыре дома. Вот три дома уже, три квартиры заселили. Но пока не обижаемся на животноводов. А механизаторов у нас хватает своих. С животноводами трудновато. Они выкладываются. Тут уж греха нечего-то. Чтобы получить такие деньги, нужно выложиться. За восемь лет работы Сергея Анатольевича в качестве руководителя было построено восемь новых баз. Это коровники и телятники. Нужно коровку кормить, получать молочко. Молочко сейчас в спросе. А на сегодня зерно у всех лежит. Правильно? А у нас живые денежки на молочке. Ещё и смотрим, куда выгоднее нам сдать это молочко. С руками оторвают. Так что, я думаю, мы выбрали свой путь правильный. Кормим, людям даём. Скотинка, видите, как расправная вся. Откорм хороший. Сейчас вот март-апрель. 300 бычков сдадим. Вот, пожалуйста. 300 быков сдам, значит, мы и семена закупим. И хочу, не знаю, как получится, попробовать несколько полей удобрения купить. Мне нравится профессия, мне нравится работать на земле, мне нравится работать на технике. Мне нравится показывать коллективу, что можно достигать больших результатов. Вырос я в поле с отцом. И для меня земля – это всё. На земле работать для меня – это честь и слава. Я люблю землей заниматься, люблю работать на технике, на любой. На сезон я ухожу на комбайн, потому что мне надо разгрузить свой организм. Мне это нравится. Я там просто расслабляюсь и отдыхаю. Мне нравится, как движется техника по полю. Мне нравится, как идёт процесс весь, заготовки этих кормов. Также на зерновой комбайн, на любую технику я сяду, я буду работать, потому что это мне нравится. И родился для этого. Несмотря на то, что в колхозе показатели высокие, работники ответственные и зарплаты достойные, Сергей Анатольевич считает, что нет таких хозяйств, в которых не бывает проблем. Проблемы у всех есть. Я говорю, у нас проблем море, но мы их стараемся решить. А если нет проблем, значит, ситуацию председатель в хозяйстве не знает. Нет такого предприятия, хозяйства, у которого не было бы проблем. Детская воскресная школа при храме святого праведного Иоанна Кронштадтского приглашает детей для обучения. И хотя набор еще идет, 20 ноября уже состоялось организационное собрание и первое занятие. Список учеников пополняется, преподавательский состав определен. Спустя целый год подготовки воскресная школа вышла на финишную прямую. Это дело требует большой подготовки и серьезного подхода, потому что все-таки занятия с детьми, особенно их духовное просвещение, оно требует и хороших преподавателей, чтобы они были сами тоже людьми духовными, православными, верующими. Ну и, конечно же, и материальные средства нужны тоже, потому что с детьми нужно заниматься, нужны учебные пособия, которые тоже стоят каких-то средств. В данный момент мы готовы ко всему, начинать учебу, заниматься с детьми. Иерей считает, что в наше время на детей со всех сторон наваливается слишком много информации, большинство из которой негативное. А воскресная школа для того и нужна, чтобы помочь ребенку разобраться в потоке неконтролируемых данных. Пока мы планируем два дня, то есть в середине недели мы выберем, это будет либо понедельник-среда, либо вторник-четверг. В дальнейшем мы планируем переходить на три дня в неделю. То есть программа довольно обширная, интересная. Первая часть занятий будет состоять из теории, где мы будем изучать закон Божий, историю церкви, историю государства, потому что история церкви православной, она неразрывно связана с историей нашего государства. Также мы планируем и церковное пение, изучение церковно-славянского языка. И сюда же мы включили искусство колокольного звона, то есть будем обучать детей звонить на колоколах. Стать воспитанником воскресной школы может любой ребенок, даже если он не обладает совершенно никакими знаниями в области духовного образования. Всю необходимую информацию он получит от преподавателей воскресной школы. Хотелось бы обратиться к родителям. Почему? Потому что они в первую очередь должны быть заинтересованы в развитии, в духовном развитии своих детей. Потому что дети есть дети, а родители, они отвечают за детей. Поэтому если будут заинтересованы родители, конечно же будут и заинтересованы дети. А это для детей очень необходимо, особенно в наше время. Пока занятия будут проходить здесь. То есть это здание как бы и планировалось, здание для воскресной школы. Ну, пока у нас негде служить, мы здесь служим, ну и будем совмещать с уроками воскресной школы. А уже, даст Бог, когда храм построим, это уже будет отдельное помещение, уже непосредственно оборудовано для воскресной школы, для занятий с детьми. Подобрать учителей для такого специфического учреждения – дело не из легких. Однако и с этой задачей руководство воскресной школы уже справилось. Есть среди них и педагоги, то есть учителя. Это и старший педагог Елена Николаевна Зыкова, которую все знают. Она уже давно преподает в воскресной школе в Покровском храме. Мы ее попросили, она нам тоже будет помогать. И принимает активное участие в организации школы нашей. Потом, то есть у нас три преподавателя, ну и, конечно же, я тоже буду преподавать, ну и, скажем, духовно окормлять, потому что все-таки священник должен тоже заниматься духовным воспитанием детей. То есть, в принципе, у нас, можно сказать, серьезный преподавательский состав. Также у нас есть преподаватели, которые будут вести кружки, то есть, в частности, кружок вязания есть у нас, бисероплетение. То есть, ну это пока для девочек, ну а для мальчиков мы тоже будем что-нибудь со временем, вот какие-то прикладные такие вот кружки делать. Занятия в воскресной школе, как нетрудно догадаться, совершенно бесплатные. Как говорит Иерей, главное – это желание. Желание учиться и познавать Бога. Хотя в последнее время возможность изучать религию появляется и в обычных школах. К этому отношение у Романа Клевцова неоднозначное. Тут, видите, два момента. Конечно, это хорошо, что в школе детям говорят. Но о Боге говорят, да, говорят о вере. То есть, они могут слышать что-нибудь о своей вере. Там пусть это мусульмане или православные, буддисты. Но вопрос другой – а кто преподавать будет? То есть, когда, нужно понимать, если преподают не специалисты, это все имеет, наоборот, негативный характер. Есть, да, есть хорошие преподаватели верующие, которые преподают у нас в России в школе вот эти вот модули. Но их не хватает, их немного. На сегодняшний день уже готов проект нового храма. Он выглядит впечатляюще. А вот когда начнется и закончится строительство, как говорится, зависит от Бога и немного от нас. Это целый комплекс. То есть, первый административный этаж, затем второй этаж, уже сам храм. Ну, для этого нужны средства. Тем более, что у нас здесь и почва сложная, и сам фундамент требует довольно больших затрат, чтобы сделать надежный, прочный храм. Чтобы он стоял на века, можно сказать. 17 ноября отмечается Международный день студента. Татарский политехнический колледж не остался в стороне от этого праздника. День студента – это праздник, несмотря на его трагическую историю. Вы, наверное, знаете, что учрежден этот праздник был в годы Второй мировой войны студентами-антифашистами. И он стал с тех пор международный в память о событиях, которые произошли в Чехословакии в 1939 году, когда нацисты за студенческие выступления арестовали 1200 студентов. И потом они были подвергнуты различным репрессиям. Несмотря на все это, это праздник студенческого духа, молодости и задора. И я желаю всем вам в этот праздник, чтобы все свои лучшие качества, которые, несомненно, каждому из вас присущи, пришлось бы вам применять исключительно в мирных, созидательных целях. Примечателен Международный день студентов в Татарске был тем, что 17 ноября была вскрыта капсула с посланием, которую студенты профессионального училища номер 75 в 2001 году спрятали в одной из стен учебного заведения. На торжественном мероприятии текст послания, написанный на нескольких листах, был зачитан. Обратившись взором с высоты своего времени в наши дни, вы увидите, насколько они были сложными и трудными. Нужно было не только жить и получать профессию, но и учиться выживать в такой тяжелой обстановке. Но мы свято верили, что пройдут все невзгоды, и Россия вновь обретет свое былое могущество и займет достойное место среди других государств. По мере сил мы старались сделать все возможное для этого, зная, что стране необходимы не только научные работники, но и простые рабочие руки, хлеборобы, землепахцы, ветврачи, бухгалтера. Уважаемые потомки, рассказывая о своей жизни и учебе, мы хотим пожелать вам мира и счастья, всегда дорожить своим отечеством и все делать для его могущества и благосостояния. Также в этот день студентов поздравил директор молодежного центра Михаил Пучков, а лучшие были отмечены дипломами и грамотами. На прошлой неделе в здании межрайонной прокуратуры были подведены итоги конкурса детского творчества. Он проводился в рамках приоритетного проекта по взаимодействию с общественностью. Конкурс был посвящен правам человека, и эта тема была выбрана не случайно. Поскольку основным нормативным правом акта Российской Федерации является Конституция, в которой закреплены права, свободы человека и гражданина. В общем-то, поэтому в этой теме был посвящен наш конкурс. Конституция должна являться настольной книгой каждого гражданина Российской Федерации. В конкурсе приняли участие воспитанники общеобразовательных учреждений, представители реабилитационного центра, Центра помощи детям и Центра детского творчества. Организаторы считают, что мероприятия такого рода позволяют работникам прокуратуры охватить большую аудиторию, которая недостаточно хорошо знакома с правами человека. Условия конкурса не ограничивали полет творческой фантазии ребят. Поэтому к участию принимали сочинения, эссе, рисунки, поделки, видеоролики и многое другое. Все работы были выставлены на всеобщее обозрение в межрайонной прокуратуре, а участники были награждены дипломами и подарками. Областной конкурс для подростков из приемных семей Новосибирской области «Хранители» стартовал в нашем регионе 2 августа. Организатором конкурса выступил Центр развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей при поддержке регионального министерства социального развития. Делегация нашего района с успехом прошла все этапы и выступила в финале. В юбилейный для Новосибирской области год более 200 ребят из разных уголков нашего региона сражались за звание самых лучших знатоков и хранителей истории родного края. По итогам первого тура в финал вышли 7 команд из 21. Этот конкурс проводился с целью патриотического воспитания наших детей. И поэтому он нас заинтересовал, и мы с замещающими семьями обговорили с родителями, решили принять в нем участие. В основном у нас были дети в команде из приемных семей. Мы обзвонили всех родителей, посоветовались с ними. Кто согласился, мы всех ребят взяли в команду. Пригласили еще друзей приемных детей. И часть команды у нас состояла из друзей. Где находится единственный в Новосибирской области дайвинг-курорт? В каком районе можно искупаться в термальных водах? Как сфотографироваться на фоне Биг Бена, не выезжая за пределы региона? Об этом и многом другом ребята узнали на первом этапе конкурса «Мой район как туристский край». Перед участниками стояла задача снять видеоролик в визитную карточку района, опираясь на которую, туристы могли бы отправиться в путешествие. При этом необходимо было назвать ключевые места, рекомендованные для посещения. Подробно описать маршрут, а также посчитать, сколько денег туристам необходимо взять с собой. Часы-куранты были изготовлены местным матем Абрамовым Штепном, который всю жизнь прожил в селении Удатино Тарского района. Не менее захватывающим был и второй этап конкурса «Ожившие страницы истории», где командам предстояло сделать историческую реконструкцию значимого события из истории района. Команда Татарского района попыталась воссоздать атмосферу 1978 года. ПЕСНЯ Конкурса назывался «Доброделы». Команды должны были придумать социальный проект и снять видеорепортаж о его реализации. Мы решили для детей с ограниченными возможностями изготовить тактильные мешочки для развития детской моторики. Победители были приглашены 19 ноября в детский оздоровительный центр имени Володи Дубинина на финальную битву, где участники в формате брейн-ринга поборолись за кубок победителей. Команда нашего района «Новое поколение» заняла четвертое место. Этот конкурс доказывает, в какой бы трудной ситуации ни оказался ребенок, всегда есть место для полета фантазии и творчества. 18 ноября в городском Доме культуры состоялся 8-й хохма-кубок КВН. Это мероприятие стало традиционным и ежегодно объединяет всех КВНщиков Татарска. А среди них есть те, кто впервые выходит на сцену и те, кто давно покоряет официальные лиги клуба веселых и находчивых. 10 команд боролись за право считаться самыми лучшими и смешными. Командам предстояло подготовить такие конкурсы, как визитная карточка и видеоблог. Кроме того, не забыли организаторы и про импровизационный, а потому самый сложный конкурс в КВНе – разминка. А если говорить в целом об игре, то хохма-кубок получился настоящим, ведь КВН всегда отличался своей актуальностью и юмором, так сказать, на злобу дня. Поэтому со сцены звучало много шуток о нашем районе и области. Однако больше поднимались темы, которые ближе школьникам и студентам. Ну здравствуйте, Марья Ивановна! Вот смотрю я на вас и все больше убеждаюсь. Нужен нам в команду крепкий, брутальный, настоящий мужик. Я тоже так думаю. Команда педагогического колледжа «Сборная столовая» уже два раза становилась чемпионом районного фестиваля «Снегири пролетели», а теперь им удалось завоевать и хохма-кубок. У нас состав поменялся, появились новые лица, и поэтому мы пытались создавать им какие-то новые образы, по которым они будут следовать, шутить, основываясь на них. Закончила школу, и мне пришлось переходить в другое учебное заведение, в котором, слава богу, есть команда КВН. Мне это очень нравится. Но развиваться, конечно, бы хотелось и в больших таких масштабах, чем город Татарск. Посещал такая мысль, что съездить со своим материалом куда-то за пределы нашего города, в тот же Барабинск или в Омск, вот хотя бы такие вот, такого масштаба мероприятия съездить туда. Выступали на фестивале и те, кому удалось добиться высоких результатов за пределами Татарска. Команда районного дома культуры «Музей Мадам Тюсо». А давай я тебе куртку через интернет закажу. Зачем? Я в этой всего лишь пять лет хожу. Это не мужик, а просто ангел. Золотой мужик, ну просто ангел. С него и носит кольцо, нижнем стены и носки, никогда он не вредит носить. 16 декабря в ДК «Энергия» города Новосибирска состоялась финальная игра региональной лиги КВН «Сибирь Некст». До финала дошло семь команд, среди которых и «Музей Мадам Тюсо». По итогам трех конкурсов команда заняла третье место и была приглашена на фестиваль лиги КВН «Сибирь», который состоится 1 декабря в ДК «Горького», а эфир будет показан по новосибирскому телевидению. Игра прошла очень быстро, волнительно, одновременно энергично и захватывающе. Было у нас всего три конкурса, вот, и мы старались не подвести никого, в том числе не подвести себя. Ну, в региональной лиге играет очень много студентов, а школьных команд играет мало, и поэтому занять третье место сложненько, учитывая такую конкуренцию, вот, да мы постарались. Мы поющая команда и пишем шутки сами, да. В следующем году мы планируем съездить на межрегиональную лигу КВН «Сибирь» и дойти хотя бы до полуфинала. И также мы будем принимать участие в местных играх и на областных фестивалях. Крым, яблон, мастерки, птицы, может, каждый, кто не летал, кто никак не может смириться, что играл, но вновь проиграл. Спасибо, Матальдислав. Спасибо. Это был информационный выпуск «День за днем». Смотрите нас на телеканале ОТС каждую пятницу в 18.00 с повтором в субботу в 10.30. Также все наши выпуски вы найдете на нашей странице ВКонтакте. Ну, а сразу после нашей программы новый выпуск документального цикла «Диалоги. Истории наших земляков». С вами был Егор Галев. Всего доброго и хорошего настроения.